Мы всем пришли, мне тоже пришла поездка. Вы пойдёте? Конечно, я сейчас в военкомат поеду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали. Они на воинский учёт, кто встал в Государственной Думе, они получили поездку здесь, а мне надо ехать домой. А я пока, ну вот, считайте, мы ездили, у нас очень много выездных заседаний было. Повездка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было. На следующей неделе я поеду, обязательно явлюсь в военкомат. Вот она гордость нации! Счастье-то какое! Николай Валуев, это все обсуждают. Депутат Госдумы Николай Валуев говорит, мне пришла повестка, а чё такого? А я щас в военкомат пойду, я ж патриот-то ёма! Ща мы, короче, отслужим Родину, защитим, Донбасс освободим. Есть один маленький нюанс. Рядовой Валуев Николай Сергеевич, 21 августа 73-го года рождения. Воинско-учётная специальность 906-927, даже не знаю, что это такое. Повестка номер 402 от 15 сентября 22-го года явится с 10 до 13 часов в Санкт-Петербурге. У нас мобилизация была объявлена 21-го сентября. И если повестка пришла 15-го сентября, она к мобилизации не имеет отношения. Повестки 15-го сентября могут касаться сборов, проверки каких-то, сверки данных. Может быть, его так друг военком решил прикольнуться, ему написать повесточку, приглашая прибухнуть. Это не повестка на фронт, это не повестка сейчас воевать. Это не то, о чём беспокоится и переживает вся страна. В повестке сказано, что 15-го сентября он должен уже явиться в военкомат. И 30-го сентября он говорит, я обязательно пойду в военкомат. Ещё раз. Он 15-го уже должен был туда прийти, а он 30-го говорит, ну я ещё туда пойду. Вы понимаете, какое отношение? Это просто хайп. Это просто фиглярство. Повестки по мобилизации Валуеву не приходило. И то, что об этом говорят по федеральным телеканалам. Крупнейшие охранительские блогеры, и не только охранительские, это, конечно, стыд и позор. Ну вы что считаете, люди, за баранов, за идиотов, сколько можно врать? Друзья, если хотите получать проверенную, достоверную информацию, я, конечно, не святой. У меня бывают и ошибки. Я здесь информацию разбираю, анализирую в одиночку. У меня нет каких-то там, не знаю, множества квалифицированных помощников по этой части. Если только по каким-то техническим моментам. Подписывайтесь на мои каналы. На телеграм подписывайтесь, на ютуб подписывайтесь. У нас несколько каналов. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вся ваша активность помогает распространять эту достоверную информацию. Чтобы людей обманутых и в дальнейшем разочарованных было меньше. Чтобы люди верили, что есть еще в этом мире правда, справедливость. Чтобы у них руки не опускались, чтобы они боролись. Чтобы мы, как нация, продолжали вообще существовать, как цивилизация. Приморский губернатор Кожемяка внезапно смотался на Украину. Это было довольно давно. Вы вообще карту России видели? Представляете себе, где Приморье, Владивосток. Два шага от Японии. И где Украина? Это противоположные концы нашей необъятной, могучей матушки России. Вот Кожемяка приехал на Донбасс пофотографироваться с автоматом. Вокруг него было такое бешеное количество охраны. Зачем ему автомат? Зачем он туда съездил? Он там зачем был нужен? Он там с автоматом в атаку пошел? Нет. Приехал, пофотографировался, уехал. Это было давно. Его история продолжается. После этого он в Приморье первым из губернаторов начал формировать добровольческий батальон. Мы знаем, как у нас это делается. Далеко не все добровольческие батальоны по-настоящему добровольческие. Кожемяка решил хайпануть на этом. И у него, в принципе, получилось. Теперь уже батальоны формируют все. Мобилизация у нас по всей стране проходит, хотя и частичная. Но выход найден. Губернатор Лимаренко, Сахалин, попросил губернатора Кожемяка организовать бракосочетание мобилизованного жителя Сахалина, находящегося в Приморье. Других новостей нет. Больше обсудить нечего. Вместо реальной работы, конструктивной, планомерной, у нас поездки, фотосессии с автоматами в руках. И вот такие вот новости. Давайте поможем молодым бракосочетаться, пока они на фронт не отправили его. А вот так бракосочетаются, если вдруг будет платежка похоронная, чтобы девица осталась при деньгах. Ну вот, например, такая логика. Просто бардак полный в головах в первую очередь. Вот это интересная история. Мэри Марс. Теперь я понимаю, почему у Римарка, писатель Эрих Мария Римарк, все бухали, как черти. Бали все, что шевелится. Жрали устриц на последние деньги. Потому что еще делать, когда такой звездец вокруг и конец близок, как никогда. Интересно, что это пишет представительница золотой молодежи. Это дочка знаменитого Шувалова. Помните, был у нас такой вице-премьер Шувалов, который сейчас возглавляет банк инфраструктурного развития ВЭП. И этот же Шувалов когда-то очень ржал активно над людьми. Как это так? Люди покупают квартирки по 15 квадратных метров. И вот даже до его дочки доходишь, что что-то идет не так, что-то идет не то. Какой-то звездец вокруг происходит. Может, у нее парня призывают или что-то в этом роде. В Москве на Красной площади прошел митинг-концерт в честь присоединения Республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей КРФ. Знаете, я слежу за тем, что делает полк Марго. Я слежу за тем, что происходит в пабликах Донецка, Луганска. Знаете, они радуются тому, что наконец-то Россия их признала, Россия их присоединила. Слава Богу. Но! Но! Простите, сейчас не тот момент, когда нужен праздник. Если бы вот это число людей, сколько потребовалось, чтобы доехать до центра Москвы, чтобы в центре Москвы отстоять концерт там полтора-два часа, чтобы потом доехать до дома. Но это по-любому часа четыре потратили. Пятьдесят тысяч человек. Ведь там непростые москвичи. Туда очень много людей были нагнаны. Помощники депутатов. Значит, сотрудники жилищника. Сотрудники образовательных организаций. МЧСники всякие. Короче, все туда вперед. Потом в другой день отгул возьмите. Вот если бы эти люди, например, сортировали гуманитарную помощь. Или что-то такое полезное сделали. Был бы у них мастер-класс. Шьем зимние шапки для военнослужащих. Шьем балаклавы для военнослужащих. Вы знаете, пользы было бы несравненно больше. В эти самые дни люди, в том числе, в полке Марго, на фронте теряют своих близких. Люди гибнут. Понимаете, да? Люди гибнут. И этот концерт абсолютно неуместен. Но не для нашей власти. Для нашей власти пиар превыше всего. В Туве, после схода женщин в центре Кызыла, 29 сентября, военный комиссар республики, объявил о выполнении квоты на мобилизацию. Очень интересно. Женщины вышли на протест. Массовые волнения возникли. И сразу после этого сказали, а уже все, все, все. У нас мобилизация закончилась, мы справились, все нормально, расслабьтесь. Молодцы. В Бурятии план по частичной мобилизации, объявленный 21 сентября, выполнен. Пункты сбора призывников в рамках мобилизации закрываются. Военкоматы продолжат работу с добровольцами, заявил глава республики Алексей Цыгенов. В Туве, в Бурятии, уже все. Мобилизацию объявляют законченной. В Алтайском крае по неназванным причинам перенесен срок отправки мобилизованных на неопределенный срок. То есть они вроде как мобилизовали народ, но отправлять их куда-то на учебу там пока не будут. Что происходит, непонятно. В Якутии пока не удается выполнить план по частичной мобилизации, сообщил источник в республиканском военкомате. Ранее губернатор Николаев заявлял, что мобилизация в регионе закончится не позднее 29 сентября. Но это был провал. На самом деле в этих регионах губернаторы были уверены, как и многие другие люди, что Путин в пятницу выступит, скажет, мы молодцы, мы всех, кого надо, мобилизовали, мобилизация заканчивается. Они думали, что мобилизация закончится вот-вот. Хотели быть первыми парнями на деревне, а мы справились раньше всех. Мы самые эффективные, самые трудолюбивые. Народ у нас самый лучший. Дайте нам побольше денег, товарищи из Москвы. И поспешили. А теперь выясняется, что мобилизация будет идти еще весь октябрь в большинстве регионов страны. Жена советника Муфтия Дагестана обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дать отсрочку от мобилизации дагестанцам. И знаете, это очень острый момент. Как известно, в Дагестане уже проходили народные волнения. Представьте себе, жена и советник Муфтия Дагестана, то есть человека, обладающий религиозным авторитетом, просит дать отсрочку. Если Путин ей отказывает, как это выглядит? А если Путин дает отсрочку, а что должны подумать в других регионах? Вообще такие вопросы являются мощнейшим триггером для социальных волнений, протестов и возмущения. Мощнейшим. Если такая тенденция продолжится, то мы будем иметь все возрастающую волну протестов на Северном Кавказе. Уже замешанным не только на чиновничьем бардаке, но будут добавляться нюансы этнические и религиозные. Вы нас не уважаете. Наши муфтии или советники муфтия, жены муфтия к вам обращаются. Вы плюете на наших понимателей религиозных деятелей. Со всеми вытекающими. Всем военнослужащим израильской армии, имеющим российское гражданство и находящимся на территории РФ, приказано немедленно вернуться в Израиль. Очень у многих жителей Израиля с израильскими паспортами есть еще и паспорт России. Это наши бывшие граждане, которые здесь живут или работают, или и то и другое, или просто навещают родственников. Люди боятся, что служащие израильской армии могут быть мобилизованы на фронт, как российские граждане. Если у них два паспорта, они могут быть и здесь тоже призваны, мобилизованы. Боятся, говорят, срочно выезжать. Центр госуслуг и ОФМС в Тверском районе Москвы, в центре Москвы. Повестки вручают одному за другим мужчинам, пытающимся подать документы на загранпаспорт. Сначала из кабинета выскочил мужчина, за которым бежал сотрудник. Хватал за руки и кричал, зачем убегать, мы знаем ваш адрес. Следом зашел студент-точник. Получи повестку, а там уже будем разбираться. Грамотно работают. Молодцы. Хочешь получить загранпаспорт? На какие мысли это должно нас натолкнуть? На что это нас... Каким выводом это нас приводит? Очень просто. Студент-точник. Сейчас тебя точно не мобилизуют. Но ты придешь в инкомат. Мы проведем тебя через медкомиссию. Мы проверим, все ли правильно указано в документах. Загранпаспорт мы тебе давать не будем. А вот когда через несколько месяцев, через три или через шесть, или через год будет еще волна мобилизаций, там уже и студентов-точников будут призывать. И мы твою папочку как раз с полочки достанем. И медкомиссию-то ты уже прошел, и все дела. Естественно, эти действия у народа вызывают самые плохие ожидания и предчувствия. С другой стороны, в центре Москвы вы людям втюхиваете повестки. Вы думаете, жители центра Москвы, где квартира стоит 100, 200, 300 миллионов рублей, вы думаете, эти люди не смогут откупиться? Вы думаете, эти люди не договорятся, чтобы им нарисовали какой-то страшный диагноз? Я вас умоляю. Наш ответ уклонистам. Власти Астраханской области планируют мобилизовать в армию желающих уехать из России в Казахстан. То же самое. Хочешь уехать в Казахстан? Пройдем, мил человек. Будешь мобилизован. Во Владивостоке хитрые военкомы попытались вытащить людей из квартир с помощью пожарной сигнализации. Жильцы дома оказались еще хитрее. Расрабатывает сигнализация. А мы по видеосвязи видим, кто пришел. Видим, что там военкомы. Мы никуда не пойдем. Все остались сидеть по домам. Между тем, блогеры, лидеры мнений, кумиры молодежи. Николай Соболев, Гусейн Гасанов. Лев против. Один за одним бегут в Грузию. Они рассказывали про патриотизм. Сейчас над ними даже украинцы потешаются. Украинская пропаганда. Принял решение остаться в России, потому что мне отвратительна сама мысль, что я должен куда-то бежать из своей страны. Ну и как бы в итоге они все сбежали. Вот эта вот дешевая популистическая пропаганда оборачивается пшиком. Дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, делайте репосты, приходите в наш телеграм-канал, где более оперативно появляется информация. Всех вам благ, берегите себя, мирного неба всем над головой. И главное условие мирного неба – это оздоровление нашего государства. Пока у нас такая тупоголовая, криворукая власть, новые конфликты, в том числе военные, экономические, деградация экономики, развал социального государства, скатывание в неофеодализм просто неизбежно. Поймите, что каждому из нас в ближайшие годы предстоит засучить рукава, иначе Россия просто перестанет существовать. От нас требуется не просто, к сожалению, к сожалению, от нас требуется не просто исполнять свои должностные обязанности, учить детей, лечить людей, заниматься производством или растить продукты питания. Не-не-не, от нас требуется страну заново построить. Мы возвращаемся к ситуации столетней давности. Только вместе мы, Сила, объединяйтесь, создавайте низовые структуры. Это залог нашего всеобщего выживания, развития и процветания. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова